Ну, видимо, пора начинать. Топ по Стивену Кингу. Погнали! Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин, и это мой небольшой топчик, в который я включил лучшие, по моему личному мнению, экранизации по Стивену Кингу. Я не говорю, что все они идеально передают дух оригинала. Просто небольшой топ кино и сериалов по произведениям великого маэстро, на которые не жалко потратить свое время. Ну, а под конец будет немножечко мыслей вслух, скажем так. Но перед началом небольшое отступление, потому что видео по Стивену Кингу просто не может обойтись без конкурса, в котором я бы хотел разыграть одну из самых известных его книг. А именно, как вы уже могли понять, это книга Оно. Вы просто посмотрите, какая она толстенная. Ну, а с другой стороны, наш красавчик Стивен... Кути-кути-кути-кути-кути-кути. Ну и раз уж мы затронули Оно, то посмотрите, какой у меня есть малютка-пенечка. Правда он прелесть? Пиши в комментариях, если хочешь, рубрику распаковки. А если и вы хотите такого же, или какую-нибудь еще приятность, связанную с кино, аниме, сериалами или комиксами, то могу вас познакомить с магазином Geekstuff. Продавцы, знающие гик-тематику и отличный ассортимент, точно вас порадуют. А еще вас порадует вот этот вот промокод, упомянув который при заказе вы получите скидку в 10%. Ссылки на конкурс и на магазин уже ждут вас в описании. А мы начинаем. И первое, что приходит на ум, это то, что на экранизациях Стивена Кинга лежит какое-то проклятие. Хоть я и не читал многие из его произведений, но все же знаю, что насколько у него выдающиеся книги, настолько ущербны у них экранизации. Но есть и исключения. Про несколько таких я бы и хотел сегодня рассказать. Но повторюсь еще раз, это мой личный список, и вы можете быть с ним не согласны. А какие-то ваши любимые кино и сериалы могли сюда не попасть. Если это так, пишите их в комментариях. Да, это скорее список, а не топ. Так как все места в нем достойны просмотра, ни больше, ни меньше. Все. За исключением одного. О нем мы сейчас поговорим. Место под номером минус один. Сериал Мгла. Почему же минус один? Да потому что, блять, это отвратительный сериал. Достойный только одного. Что все знали, что его, сука, нельзя смотреть. Скучнейшая подача. Глупые персонажи. И всего один сезон, после которого сериал закрыли. Хотя, как лично по мне, закрыть его надо было после первой серии. Знаете те случаи, когда настолько плохо, что даже хорошо? Это не тот случай. Даже ради интереса не смотрите этот сериал, чтобы не потратить свое время. Потратьте свое время лучше на годноту, которая будет дальше по списку. А если наткнетесь на этот сериал, то просто выключите его. Ну а теперь фильм под номером один. Снова же Мгла. Хоть концовка у фильма и на любителя, но сам фильм в целом вышел, как по мне, просто отличным. Загадки, тайны, обнаженные, дикие характеры людей, загнанных в ловушку. И самое главное вопрос, от которого веет страхом. Что же все-таки скрывает в себе Мгла? Под номером два у нас спряталось сразу два фильма. Да, сразу несколько схожих по тону фильмов, которые занимают отдельное место у меня в сердце. Побег из Шоушенка и Зеленая Миля. Фильмы про волю, характер, душу и свободу человека. Я даже не знаю, как их лучше описать. Но знаю пару занимательных моментов. Про Шоушенк можно бесспорно сказать одно. Смотри ты его первый или сто первый раз. Эта история никогда не устаревает. И всегда смотрится с интересом. А про Милю я скажу так. Первый раз ты смотришь этот фильм с интересом. А второй и все последующие разы ты начинаешь смотреть уже со слезами на глазах. Но не будем о грустном. А будем о номере три. Кастлрок это сериал антология. Тесно связанный с произведениями Кинга. Первый сезон был связан как раз таки с побегом из Шоушенка. А именно действие происходит спустя много лет после побега. Когда в тюрьме обнаруживают неожиданного гостя. Также имеются небольшие отсылки на Оно и Зеленую Милю. И наверняка есть еще какие-то, которые я просто не уловил. Второй сезон выходит в этом году. И насколько мне известно, он будет переплетен с событиями сияния. А еще я делал обзор на первую серию. И это было первое видео у меня на канале. Смотреть только на свой страх и риск. Едем дальше и номер четыре. А если быть точнее, то ваш номер 1408. Еще один потрясающий фильм. Окутанный магией в реальной жизни. А заключается она в том, что который раз ты фильм этот не смотри, а всегда найдешь какую-то новую деталь, которую не замечал раньше. И даже зная все события наперед, при новых просмотрах от некоторых моментов бросают в дрожь. Хороший актерский состав, неплохие эффекты и невероятные твисты ждут вас. А еще вас ждет пятое место и несколько клоунов. Оно. Все части. Да, именно все части. Так как хоть они и сняты по одному источнику, и многие события повторяются, но все же, как по мне, по тону фильмы вышли немного разными. Ну что первая версия фильмов. Что вторая включает что-то новое и интересное в общую картину происходящего. Везде есть и от чего посмеяться, и от чего поднапрячься. Ну а уж про харизму Тима Карри и Билла Скарсгарда я промолчу. В этих ребят просто невозможно не влюбиться. Ведь каждый из них дал пенечки, какие-то уникальные черты характера. Ну а я дам вам фильм под номером 6. Король Стивен. Что? Вы не знаете про такой фильм? Наверное, потому что его еще нет. И как по мне, это надо срочно исправлять. Так как жизнь Кинга и без художественных преувеличений была довольно насыщена. Например, вы знали, что появление Стивена на свет, иначе как чудо, не назовешь. Так как его матери Рут диагностировали бесплодие. Из-за чего в 1945-м Рут и Дональд усыновили новорожденного Дэвида Виктора. А уже через два года у них родился карапуз Стивен. Отца Стивена Дональда тяготила семейная жизнь. И с ним случилось то, что сейчас используют в плане шутки. Однажды он вышел за сигаретами и не вернулся. И лишь спустя много лет стало известно, что он женился на стороне и завел, по-моему, четверых детей. Мда, как говорится, из огня до вполымя. Но я думаю, вы можете представить, какой это удар был для семьи Кингов. Которая, кстати, была небольшого достатка. Мать бралась за любую работу, из-за чего семья часто переходилась переезжать. Из-за этого, из-за слабого здоровья, малыш Стивен заболел острым фаренгитом, превратившимся в форму ушной инфекции. И это лечилось... И это лечилось протыканием барабанной перепонки стерильной иглой, чтобы зараженная жидкость выходила. А проделывалось это три раза. Три раза! Но по воспоминаниям Кинга, сильнее адской боли его мучило то, что доктор врал, говоря, что будет не больно. И даже не потрудился запомнить имя Стивена. Ну теперь-то его имя знает весь мир. Также в детстве на глазах у Стивена, его сверстника сбил поезд. О чем из-за шока Стивен забыл. И вспомнил спустя несколько лет, когда ему об этом рассказали. И это только несколько моментов из детства автора. Блин, до этого хватит уже на одну треть фильма. А там еще и увлечения Кинга ужастиками. И первые попытки в творчество. И сцена пожара из Бэмби, которая настолько напугала Кинга, что он не мог спать несколько ночей. А он на тот момент уже читал байки из склепа. И ужастики, похожие на них. Как по мне, на роль молодого Кинга идеально подошел бы актер Билл Хейдер. Так похожий на него. У нас уже есть отличные биопики про ученого и музыкантов. Пора бы и одному из величайших писателей нашего века получить свой фильм. А вообще, пишите в ваших соцсетях. Хотели бы вы фильм о короле? Помечайте ваши посты вот этим вот хэштегом. И может быть случится чудо. И наше желание заметят. Ох, конечно это сильно навряд ли. Но все же я верю в чудеса. Поверьте в них и вы. А на этом у нас все. Не забывайте про конкурс. И радуйте себя гик приятностями. По ссылкам в описании. Также там вас будут ждать ссылки для вашей поддержки канала. Ссылки на мою группу ВК, Инстаграм и канал Твич. Где мы вместе смотрим фильмы и сериалы. Ну а я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов. И даешь фильм про короля Стивена. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok